Сегодня пресс-конференция посвящена итогам акции «Зрога Молвы и Ночисти». Несмотря на то, что перед нами девочки, но сделали очень много. О том, что сделали сегодня Анна Прокаева, координатор проекта по Харьковской области, Тата Парвитика, координатор проекта в Харькове, и Елена Петрова, заместитель координатора проекта в Харькове. Аня, у вас самая большая была территория, поэтому расскажите, как вы боролись с мусором, кто вам помогал и сколько тонн любых? Мы с ним не боролись, а мы его приемли. Цего раза, то есть чем отличается, например, этот рік? По-перше, 212 громад. Долучилось 7 тысяч людей. Это на сегодняшний день. В принципе, я подраганок еще триваю, поскольку не все громады ответили. 500 тонн было вывезено на смятник. И, что хочу сказать, что этого года очень активно громады брали участие. Просто полосально. Потому что в день это 10 волонтеров, участников акций, координаторов. 10 людей, которые додавалися щодня, протягом последних двух недель. Такого бума раньше не было. По-другому, мы нашли этого года парадизника, который готов был уже выезжать на село и забирать, если окременно будет забираться. Например, полностью у нас уделизированы отходы скла и пепляшки. Это у Львотенева, у Писочинева. И, больше того, на сегодняшний день проект не только попытался забирать нарис, но один раз на год. Абсолютно нет. Мы этого года уже все сделали для того, чтобы протягом раку мы запланировали несколько 10 пилотных населённых пунктов, в которых будем, попробуем, собирать нарисы. То есть, сегодня уже певные договоренности. То есть, что громада уже понимает эту проблему. Если раньше мы говорили, что кто-то должен это сделать, то сегодня уже громада, есть договоренность, что они сами сделают из того еще нет контейнеры. После этого будет приезжать этот привезник, певные деньги, сплачивать за окремое скло, окремое пляшку. И вот эти деньги пьют на развитие громады. В первую очередь, они запланировали купить более цивилизованные контейнеры. Что хочу сказать, что не до всех дійшла информация, хоть мы через асоциацию громад делали рассылку. И все же таки, очень много, особенно это отдаленные районы, Балаклейский район, Боревский район, то они все же таки 30 тонн, например, в Боревском районе, все это пошло на полигон. Они собирали разом пляшку, оскільки не видят сенсу о кищу. И вот сегодня мы буквально говорили про то, что если будет человек, приедет, как раз будет договоренность, что хотя бы раз, напевно, на певный час, раз на два месяца, на три месяца. Ну, один момент, например, село Велика Балка, там людина собирала за год 250 мяшків скла. То есть, какой ресурс? Если говорить о том, что на сегодняшний момент у нас очень много людей пьют, оскільки те, что находилось в недоглянанных местах, села или селища, то там, в основном, 70% это скло, не пляшка. Ну, вот так. На сегодня уже такие прогрессы есть, и громада, и хочу сказать еще, встанье, уже после прибирания, телефоновали люди, раньше таких звонков не было, и говорили про то, что вы ось там еще прибираете, а вы еще, например, сделаете какие-то памятки, листовки, они уже готовы долучаться. То есть последнее, на чем хочется голосовать, мы не давали перчаток, а не пакетов, мы инициативу придаем громадам, и много кто говорил, если вы нам не даете, то мы, возможно, и не будем брать участь. То есть все же таки, хотелось бы отзначить, что нужно начинать с себя, то есть я не могу приезжать в Люботин и прибирать чужие подрельки, и чтобы мне говорили про то, что вы там еще вырубите лес, эти хаши, и тогда не будут кидать, что инициатива должна быть от людей. Да, да, у вас были планы на Харьков, насколько вы их реализовали, и сколько у вас активистов приехало и пришло помочь в уборке тех парковых и лесопарковых зон? Ну, не дивлячись на деякие проблемы, которые у нас возникли из организаций в Харькове, это не очень качественная работа коммунальных служб, вывозу смятя из наших локаций, недостатня поддержка в деяких районах администраций, акция пришла очень успешно, за 5 лет это, я вважаю, не успешнейшая акция, потому что у нас была популяризация по месту, так, есть такие проблемы с распространением рекламы в нашем городе, это также проблема, но этого года мы получили официально, добровольно, біля тысячи людей официйно, и это при том, что люди, которые проходили по всей локации в этот день, они слезали с велосипедами, они разом с колясками помогали людям прибирать, выявляете? Вот, мы собрали, мы купили 27 локаций, это официально, 27, при этом еще 5 локаций, потом было, что люди самі как-то створились в такую группу и пошли прибирать в этот день. Вот, мы вывезли біля трех тысяч мешков, очень много складных в наших парках, очень много пластмасса, мы достигли той метки, когда наши координаторы перезнайомились между собой, они теперь знают один одного, они теперь хотят делать более глобальные проекты, в нас створилась инициативная группа из этих координаторов, которая планирует запустить каждый месяц такой проект, который будет направлен на такий святок частоты, в котором мы будем выбирать найпроблемную локацию, и один раз в месяц мы будем выбирать эту проблемную локацию. Лена, у меня к вам такой вопрос, по сравнению с прошлыми годами, вы можете сравнить, чище стало в Харькове или нет? Сейчас, секундочку, секундочку. Сравните чистоту города могут все его жители. Единственное, на что хотелось бы обратить внимание, город стал чище в тех местах, которые видны. Но есть места, в которые люди ходят отдыхать, это зеленые зоны, места отдыха и так далее, которые находятся за посадками, лесополосами и так далее, которые в проезжей части не видно. Людей там очень много, отдыхающих очень много и там очень грязно. И вот в этом году мы нашли несколько таких проблемных зон, которых несколько лет подряд люди убирают по собственной инициативе, жители окрестных домов. Но, тем не менее, проблема не решается. Мусора как было много, так и остается, он прибавляется и так далее. И вот, наверное, один из тех моментов, на которые мы обратим внимание, это привлечение как коммунальных служб, так и жителей микрорайонов к более культурному поведению и регулярной уборке тех локаций, которые находятся в отдаленных районах города. Ну, здесь хотелось бы сделать такой акцент, привести примеры, например, это Манжосевский яр, это наш Ронинцев, это родник на улице Уборевича, родник Глубокий яр на улице Тимуровцев. То есть, там обустроенная территория, где все красиво плиточкой вложено, но если зайти чуть-чуть за лесополосу, там начинается, конечно, полный кошмар. Вот, поэтому, да, город стал чище, но вот эти вот территории зоны отдыха, они в ужасном состоянии. Перейдем к вопросам, наверное, да, если есть Хальковский пересисленный инфоцентр Куртикова Наталья. Вопрос такой, вот сейчас впереди майские праздники, мы все знаем, что будут наверняка вот эти вот места массового отдыха заполнены. Ну, реально, далеко не у всех есть возможность выехать. И последнее, вернее, не так давно, когда были теплые деньки, мы видели, что там буквально каждый метр. Загубки. Есть ли у вас ближайшая какая-то акция после майских праздников? Как-то пытаетесь ли вы привлекать к вашим акциям местные коммунальные предприятия типа ЖЭДКИ? Там кому-то, вот чтобы они тоже, я так понимаю, что проблема уже как в том, что они считают, что все вокруг солят, и никто не хочет им помогать. Возможно, если их подключить вот именно инициативным людям, то они будут как раз в Сибиросе в таком приятном. Ну, я хочу, может, не словим, за стихонечко. Мы как раз цией метою мы организовываем попередню на 13-е число пресс, не пресс-конференцию, уже конференцию. Власне, где мы хотим запросить не только координаторов, не только нагородить наиболее активных, а также представителей районных директоров и сел, представителей владельцев местных. А вы с ними говорите, что мы вместе решаем проблему. Это не грантевский проект, и до людей часто не доходит, почему команды из года в год изменятся, потому что люди отдают 50%, а иногда и 100% своего рабочего времени, а при том, что ничего не сделают. И люди там уже после двух-трех месяцев выходят. То есть это общая конференция, но посмотрим, как они прийдут. А на самом деле, вот это еще хочу добавить, что проблема не решена и до сегодня, на самом деле. После акции, минулого, сколько, майже тиждень, а у нас проблема и до сих пор. Поэтому мы встречаемся, мы будем обовязково, и не свариться, а домовляться. Так, проблема остается с вывозом смятя. У нас такое ощущение, что мы даем волонтеров, которые сами захотели прибрать. Но наши коммунальные службы как-то не сильно на это обратят внимание, и они не в час не вывозят смятя, как мы домовлялись. Вот чему проблема. В том, что незацікавленность, просто велика незацікавленность в вывозе смятя, тих точек, которые не имеют на каком-то балансе. И поэтому мы хотим, что наши координаторы створили этот новый проект, чтобы каждого месяца делать прибирание какой-то большой проблемной зоны. То, что сказала Лена, где мы далеко заходим, в Глиб, не біля дорог, а в Глиб, где никто туда часто не заходить. Там коммунальщики не працюють, там есть очень много смятя. Также у нас здесь проблема освятнего характера, незацікавленные освятние заклады для того, чтобы как-то долучать до этого студентов в добровольной форме. Мы заткнулись с тем, что у нас 25 квитня пройшло разом с загальным субботником, куди выводили всех людей, и они прибрали. Они прибрали какие-то точки, которые наиболее отведулены. Но такие, как Сержант Яр, Лесопарк, в котором также люди местные ходят, Лесопарк Чкалово, там доживато смятя, туда не доехали, на жаль. Поэтому мы сейчас хотим, чтобы в этом проекте наши коммунальные службы, принаймні, нам давали место для того, чтобы там, где мы складываем смятя, и это забиралося в один день. Потому что здесь проблема, мы заткнулись с проблемой не вчасного вывезения смятя, и без хатчинки его раздерибали знову. Это велика проблема. Мы заткнулись с тем, что коммунальные службы, снова таки, долго вывозили, местные люди увидели, что там склад смятя, они туда своего смятя накинули. Это уже начинается стихийное завалище. То есть, я хочу сказать про то, что раз мы вам помогаем, мы не делаем за вас работу, мы вам помогаем сделать наше место лучше, то, пожалуйста, помогайте нам вывозить это смятя. Можно додаты? Можно? Да, с додатой можно еще? Да, конечно. Собственно, на конференции, про которую говорила Анна, мы хотели бы не просто предъявить претензии, мы бы хотели найти проблему, в чем она заключается, и выработать общее решение. Общее решение громады у нас всех, да, и коммунальных служб. Нам бы очень хотелось понять, в чем заключается проблема, как ее можно решить, и совместными действиями постепенно подходить к тому, чтобы жизнь в нашем городе и красота нашего города стала намного богаче. У нас есть еще один вопрос. Не знаю, какой вопрос, кто захочет, но у вас к РДН, скажите, насколько, если не что, раньше на таких мероприятиях очень активно задействовались работники бюджетных сфер. В этот раз по вашим наблюдениям было что-то? Я могу сказать по Гарпову, так как у нас в этот день сошлось разом с загальним субботником міста, то мы примусово никого не заставляем. Это мое быть добровольно. Людина мое усвідомиться, что она мое что сделать для своего города. Она мое очистить, допомогти. Державники виводили в город. Державники у нас был в субботник, на котором прийняло участь, по-моему, 42 тысячи державных службовцев. И они прибирали, они там позвалися декольких стихийных звалищ и сделали плавустрий, декольких майданчиков. Вы буквально попали, на сколько вы можете перечислить, что это? То, что касается города, я не знаю, потому что по нашей акции мы прибрали очень забрудненные типы локации. Это Менжосев Яр, Глибокий Яр, есть проблема с вывозом, это большая проблема у нас с Глибоким Яром, вывезли из семьи. Я не знаю, если до этого дня оно вырешено, потому что мы подключали департамент контроля для того, чтобы это все вывезло. У нас также такие маленькие локации, немышлянские карьеры. Там неймоверно много сметания. Там приватный сектор, там люди отдыхают. Там также тяжело это все вывозить. У нас брали участь дети, школяры, айтикомпании, компании, такие как Кока-Кола, МТС. Это добровольно было. Люди, сотрудники на своей социальной ответственности, они собралися с своими коллегами и решили, что мы пойдем прибирать. Это не по нашим подсчетам, это по подсчетам бюджетников. У нас, в принципе, я хочу сказать, акция, вона спрямована, вона добровольна. Я, например, «А, мы выведем», часто я чую голос села, якийсь то голова, каже «Да, я выведу своих». В жодном случае, я его заполняю, будь ласка. Только не нужно никому выводить. Потрібно працювати с людьми, сказать, что если мы сегодня будем работать, завтра будет госначок. Потому что пластик раскладывается 500 лет, а что мы оставим после себя наших детей, потому что уже сегодня нужно працювать. И сегодня главы села, они телефонуют, они меня находят и говорят, у вас там перевозник, мы хотим договориться. Это почти 90% кто телефонует из далеких и близких районов. И тут нужно працювать на социальную сферу, чтобы люди думали. Люди не пришли тупо поприбирати, а вони подумали, что мне это нужно. Что будет в будущем? Тому мы хотим, как нашу инициативную группу координаторов, створить такий проект, чтобы он працювал как с освятительными закладами, типа лекциями, презентацией, так и с другими закладами культуры. Чтобы люди усвідомили, что это нужно. И это было таке свято чистоти. Один из проектов, таких маленьких, например, что мы хотим. Это был проект с поза минулого года. То есть, может быть, работать с каким-то локальным бизнесом, который здесь выработает продукты. Поговорить с ним, чтобы он выпускал или супермаркет, чтобы он поступово переходил на какую-то, на какую-то натуральную покупку. Ну, ось такий из проектов. Завершающий вопрос. Я видела вашу активность в Фейсбуке, набридала. Насколько вы свои проекты прицепили еще в соседней области? В Крово присоединился к нам? Они в каждом своем координаторе. В каждом области. Единственный, кто сегодня остался, это Крым. Без координатора Донецка. Донецка, область Лованська. Но локально на звольненных территориях, то они есть. Если говорить о том, то были, насколько я знаю, инициативы, даже на таких пост-окупованих, там, где еще ждут наши. Но люди боятся, поскольку мы сделаем Украину чистую. И мы, когда вы понимаете, как политически, у меня несколько раз были випадки, когда мне телефоновали, я говорю, это илюстрационный комитет. Вы же любите Украину чистую. Хорошая мысль. Спасибо большое за те, что работаю в Украине чистую. День. Я хочу тут допомогать.